К украинско-российскому конфликту. Есть ли шанс для дипломатического урегулирования кризиса в Украине? Об этом 17 апреля 2014 года в Женеве говорили министры иностранных дел Украины, России, США и Евросоюза. Канал Клагомаур ТФАУ ежедневно рассказывает то, о чем основные средства массовой информации категорически умалчивают. Добро пожаловать! На вопрос о том, о чем же договаривались конфликтующие украинские стороны в присутствии представителей США и ЕС в Женеве, основные средства информации снова отделались от своих слушателей примитивными ответами. Я цитирую. На вопрос, о чем конкретно велись переговоры в Женеве, по сути невозможно ответить. И на этом все. Кому в мире на самом деле выгодны такие бессмысленные сообщения? Жалуются все больше зрителей. Все разговоры, вокруг да около, совершенно очевидно, продвигают типичную политику вуалирования, которой уже давно беззастенчиво занимаются США и ЕС. Бесчисленные голоса против со всего мира можно выразить так. Есть только одна причина, почему на вопрос о том, о чем ведутся переговоры в Женеве, не могут ответить. Там договариваются не о мирных планах, но под прикрытием дипломатических усилий по достижению мира планируются дальнейшие войны. Страны, которые, как уже доказано, провоцируют войны с фабрикованными средствами, не стали бы вести серьезные мирные переговоры. Независимые эксперты в области просвещения со всего мира единого мнения, что такие эффективные мирные переговоры служат только одной цели. Мировая общественность посредством провала так называемых мирных переговоров должна быть убеждена в неизбежности и необходимости военного вмешательства. Другими словами, мировое сообщество путем постоянно проваливающихся мирных переговоров должно быть настроено на войну. Народный гнев должен так долго разжигаться против объявленных виновными стран, в данном случае России, пока беспрепятственно можно будет вести совместную войну против них. Соответственно, в украинском конфликте раздувается общая готовность к войне против России. Политика вуалирования не может быть больше принята мировым сообществом. В этом убежден канал Клогомаур ТФУ. Присылайте нам ваши кратко изложенные разъяснения и важные голоса против. Таким образом, вы поможете избавить мировое сообщество от любого вида политики вуалирования. В украинском конфликте это произойдет через сохранение и упорное напоминание о тех визуально впечатляющих документах, которые могут оказаться точной противоположностью того, о чем, к сожалению, до сих пор говорят средства массовой информации. В качестве напоминания, переворот в Украине, как и во всех странах так называемой арабской весны, был совершен одними и теми же разжигателями войны, вопреки всем международным правам. Посредством, как уже доказано, оплаченных и организованных США террористов, все эти правительства были целенаправленно свергнуты. Крым совершенно легально решился на присоединение к России, набрав демократическим путем более 90% голосов «за». В чем бы ни обвиняли Россию в отношении ее прошлого, но в случае крымско-украинского конфликта Россия поступила корректно, и тот, кто утверждает что-то другое, виновен в клевете и разжигании войны. Грядущую войну в центре Европе можно предотвратить только путем продвижения этих истин. Окажите всеми своими силами помощь, потомки будут вам благодарны. Всего вам доброго. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok